Славянский базар в Витебске пестрит событиями на каждом квадратном метре. Спектакли, концерты, перфомансы заработал город мастеров. Менее часа остается до второго конкурсного выступления и юных вокалистов. Сегодня разрешится интрига детского конкурса. Кульминацией дня станет торжественная церемония открытия фестиваля искусств. Яркое шоу покажет Белтель и радиокомпания в 22 часа. Большой галоконцерт соберет целую россыпь именитых артистов. Утром фестивальный город встречал звездных гостей. Отпечали до радости. Как вы себя чувствуете? Да нормально, хорошо. Рады ли быть здесь на Славянском базаре? Очень рады. Вы были не афишированы в гостях, честно. Да? Почему? Вас держали как торговый подарок. Ладно, до встречи. До встречи. Здравствуйте. Виталий на Белорусской земле. Ну, во-первых, хорошо, что это происходит каждый год, потому что это сближает наши народы. И это очень здорово. 35 стран сегодня у нас здесь объединились. Потрясающе. Здорово. Я просто счастлив и горд, что я сегодня принимаю такое участие в этом замечательном концерте. Ну, и буквально через несколько часов состоится и красочная церемония открытия новой именной звезды. В этом году специальной наградой президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию удостоенная заслуженная артистка Беларуси Елена Передович. В единстве НАТО, которое так пытались продемонстрировать на саммите в Вильнюсе, похоже, намечается раскол. Сонное спокойствие зала заседаний Бундестага было нарушено пламенной речью. Подобного эти стены не слыхали давно, а может и вообще никогда. Да. Депутат от партии левых предложила немедленно распустить НАТО, чтобы отыскать деньги на решение экономических проблем с самой Германией. А НАТО бытует три мифа. Первый. НАТО – оборонительный союз. Но разве не НАТО ввело войну против Югославии и Афганистана, где погибли сотни тысяч мирных жителей? Второй миф. НАТО – это альянс демократии. Но за последние годы войны США и их союзников унесли жизни 4,5 миллионов человек. Это приверженность международному праву. Третий миф. НАТО защищает права человека. Но в Гуантанамо продолжают пытать заключенных, а журналисту Ассанджо грозят 175 лет тюрьмы в США. Истина проста. Тот, кто является членом НАТО, теряет свой демократический суверенитет. Кто является членом НАТО, жертвует интересами своего населения, наращивая расходы на вооружение. Каждый пятый ребенок в Германии беден. А военный бюджет Германии все растет и растет. Нам нужен мир, а не НАТО. Шансов, что депутата услышат, разумеется, нет никаких. Германию и парламентариев ждет вскоре дележка рекордных военных бюджетов. И разве есть на свете что-нибудь увлекательное? Ну, конечно, не скажут в Штатах. И сразу возмутятся, ведь военный бюджет на будущий год в Америке окажется меньше текущего. В парламенте началась война поправок. Республиканцы и демократы наперебой добиваются внесения изменений в закон о финансировании в 2024-м Министерство обороны. Поправок уже около 300. В частности, запретить собираются поставки кассетных боеприпасов Украине. Не с человеколюбия, а для того, чтобы не оказаться без вооружений самим. Уменьшится и число кораблей ВМС. Откажутся также закупать ракеты взамен поставленной Украине. Все это делается в рамках бюджетной оптимизации. Политику Байдена в Конгрессе считают разорительной и ведущей к инфляции. Поэтому и решено пустить под нож святое американское военные расходы. Юг Европы накрыл сильный зной в Испании. В Испании плюс 45 на поверхности почвы до 60 градусов. Жара в Италии немногим слабее, там плюс 40. В Греции и Румынии также 40 жары. Города превратились в асфальтобетонный ад. Поля и виноградники высыхают. Специалисты говорят, что экстремальную жару будут ненадолго прервать тропические ливни. Мол, именно так и будет проявляться в регионе глобальное потепление. С поличным на взятки попался ведущий специалист одного столичного госпредприятия в сфере энергоснабжения. Оперативники выявили факты коррупции при проведении закупок товарно-материальных ценностей. 49-летний фигурант работал в отделе теплотехнического оборудования и за так называемые откаты обеспечивал частной организации победы в тендерах. То есть получал определенный процент от суммы закупок. Мужчину задержали с поличным во время передачи почти 70 тысяч рублей. По месту жительства у мужчины, а также принадлежащему ему дорогостоящему автомобиле, было обнаружено свыше 140 тысяч долларов США, 700 тысяч российских рублей, золотые слитки. Устанавливается происхождение указанных денежных средств и материальных ценностей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за получение незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере. И в завершение о радостном событии в Минском зоопарке. Там родился ланенок. Пушистый, пятнистый малыш уже собирает лайки в инстаграм и ловит милые улыбки посетителей. Сегодня он впервые появился на публике и не отходил от мамы. Сейчас в семье Минского зоопарка 8 особей этих благородных животных. Ну и на этом у меня все. Новая информация в 15 часов с Юлией Перцовой. Всего доброго.